В наших тюрьмах и до тюрем, и в ходе следствия, и даже просто при простом нехитром задержании по административному делу задержанных физически пытают. Как с этим быть? Исходить нужно из того, что пытают в органах только дураки, только дураки. Ни один нормальный следователь на это никогда не пойдет. Это просто не нужно. Вот физическое воздействие, физические пытки, это просто не нужны. Это от отсутствия ума и от отсутствия способности работать в рамках предоставленных тебе колоссальных оперативных возможностей. И вы должны понимать, что если вас начали пытать, то эти дураки могут и убить. Вот исходить из этого. Но, с другой стороны, дураки-то они дураки, но им же хочется остаться здесь на службе. И раз они начали пытать, значит им что-то от вас нужно, чего они не могут получить иными способами. Им нужны какие-то показания, причем подписанные показания. Ясно, что там за дверью сидит какой-то адвокат, по 51-й, который придет, потом тоже вместе с вами подпишет. Куча таких случаев, когда избитый человек сидит там сквозь кровавые сопли, подписывает какой-то протокол допроса. Рядом сидит адвокат и говорит, ну ничего, ничего, теперь я тебя точно вытащу. Что делать? Взвесить для себя. Я опять, наверное, что-то жестоко интервиальное скажу. Вот взвесить для себя. Что для тебя важнее? Вот уйти от того, чтобы быть сегодня побитым или сесть на 5, 10, 20 лет? Очень важно понять одно. Пытки или не пытки, если ты подписал что-то и это заверифицировал какой-то подручный шулер-адвокат, это приговор. Выбить это будет крайне-крайне тяжело потом на следствии. Ну просто невероятно сложно. Ну вы же сами видите, как следственные комитеты, прокуратура реагируют, и суды реагируют на любые заявления о том, что в отношении людей применялись насилие. Даже в летом 2019 год под камеры бьет таперкотом в печень девушку. Ох ты ж нифига себе ударил девушку! Какой герой! Вы посмотрите, надел маску, ударил девушку, и все, ему сойдет с рук. Потому что никто его не опознает. Дочка у него нет. Просто красавчик! Так это вот настоящая полиция. Бьет женщин. Вот тут я начинаю уже совсем серьезно расстраиваться. Потому что когда я, например, думаю, упаси Господь, про всех наших детей, я уверен в том, что я никому из них никогда не порекомендую перед лицом физических мучений взвесить трезво, что перевесит. Ты сейчас вот помучаешься и когда-нибудь, если тебя они убьют, то это кончится. Или ты сядешь на 25 лет? Я вам говорю, как человек, который 23 года живет в этой системе. Вот живет в этой системе. И с той стороны, и так, и внутри, и совсем внутри. Я своими глазами видел людей зверски запытанных. Я видел и до смерти запытанных. Сам расследовал уголовные дела в отношении сотрудников милиции тогда еще. Которые мы, условно, взяли там, сломали позвоночник человеку. Просто, ну, задержанному человеку просто взяли и сломали позвоночник. Зачем? Да черт знает зачем. Ну, вот так вот получилось. Перестарались немножко. И здесь, если мы вот кратко подытожим. Да, хорошо. Человек взвесил свои возможности, решил, я пройду через это все. Огромная вероятность, что все это так и закончится. Он говорит, ребят, да, пытайте. Да, бейте меня. С этим вашим адвокатом я ничего подписывать не буду. Его можете сразу выгонять. Мне нужен адвокат вот такой вот. Все, что будет без этого адвоката, в любом случае будет незаконно. Да, вывозите меня в лес, там, шокером, там, автомат втыкаете. Что хотите, делайте. Я все равно ничего не подпишу. С огромной долей вероятности на этом все и остановится. Потому что там очень большая часть этого всего – это демонстративный шантаж. Демонстративный шантаж. Сразу же, вот сразу, в первую минуту, когда появится возможность заявлять о пытках, о принуждениях, о фальсификации протоколов, составленных вот тогда-то и тогда-то. Сразу же, вот не ожидая ни минуты. Попал ты в ситуацию, когда у тебя появилась бумага, карандаш, пишешь прокурору, пишешь куда угодно, звонишь адвокату, но фиксируешь. Вызываешь скорую помощь, сердце встало, плохо, инсульт, прединсультное состояние, скорая выезжает, приезжает. И ты скорой, скорой помощи врачу говоришь, что вот сейчас вот у меня было то-то-то, меня собирались пытать, но вот у меня практически остановилось сердце, у меня упало давление в ноль. Я чуть не помер, у меня паническая атака, у меня шок, я вообще кардиологически наблюдаться должен. То есть фиксировать вот это все для того, чтобы потом от протокола порочить. Вам нужно добиться, чтобы адвокат туда пришел. После этого обычно все это останавливается. То есть если ты сразу, изначально при доставлении в ОВД, пока тебя везли туда, может час везли, может два, ты всем говоришь, ребята, вы сейчас что угодно делаете, показания я буду давать только вот с этим вот, вызывайте, все. Вот можете даже не подходить ко мне, никаких показаний от меня не будет. Мы сейчас этот, по счастью, игрушечный диалог ведем, как два взрослых человека. Ну я, то есть я типа тупой обыватель взрослый, а вы все-таки тертый калач, а как вы понимаете, вот я сейчас, я уверена, что вы знаете, про что я думаю, я думаю про дело сети. Субтитры создавал DimaTorzok Пытали маленьких, незрелых, даже если они были совершеннолетними, совершенно никогда не подвергавшихся никаким мучениям, абсолютно не продвинутых в деле драк, реальных драк с гопотой или выживания в системе. Вряд ли они знали про золотое правило все фиксировать, каждые пять минут вызывать скорую. В чем мы, кстати, отказывали. Правила выживания не знали. И я думаю, что это не случайно, что именно таким и достается, как раз по полной программе потом все. И пытки, и попытка отказа от показаний, как данных под пыткой, и бесконечный абсурдный судебный процесс. И получается, что даже не знаю, все плохо. Я считаю, что здесь ломать саму систему нужно. Эту систему, вот эту вот, пыточную систему правоохранительную, просто к чертям переламывать и возвращать ее в нормальное человеческое состояние. Чтобы эти люди, которые работают там, понимали, что они работают на наши деньги, это наши служащие. Это не служащие какого-то дяди наверху, который их как псов пускает на собственный народ. Они должны понимать, что они служат нам и оберегают нас от преступности. Раскрывают преступления, чего они сейчас перестали делать совершенно. Только так. А точечно сказать, ну давайте мы дадим какой-то рецепт человеку, которого задержали, для того, чтобы его сегодня там не запытали. Но нет таких рецептов. Нет таких рецептов. Так, будем ломать систему? Будем.